Бомбардир на данный момент. В сборной Румынии Кристина Ласла, она на ваших экранах, на порядок меньше забила, но тем не менее продуктивно играет здесь на чемпионате мира для своей команды. Исходя из турнирного положения, матч очень важен для шведок и в общем-то не имеет особого турнирного значения для румынок. Шведки еще претендуют на то, чтобы выйти в четвертьфинал, а вот команда Румынии уже потеряла все шансы оказаться в числе тех, кто продолжит борьбу за награды нынешнего чемпионата мира на следующем этапе. Но не только все зависит от шведок, еще многое зависит от матча Норвегии-Нидерланды, который будет сыгран чуть позже, но тем не менее шведки естественно заряжены на победу и собираются ее заполучить. Не скажу, что румынки не хотят того же, несмотря на то, что в общем-то не мотивированы особенно турнирным положением, тем не менее первый бросок по шведским воротам и счет открыт. Бьянка Базалию, левый полусредний сборной Румынии, выводит свою команду вперед. 1-0. Теперь смотрим за развитием позиционной атаки у шведок. Здесь все закончилось не так хорошо для скандинавок, нежели для румынок. В их первой атаке счет прежний 1-0. Еще раз повтор этого эпизода, перехват, нерасчетливая передача и шведкам придется бежать назад. Не получилась контратака у румынской сборной. И теперь она в атаке. Алина Ильи на позиции правого полусреднего в центре Ласлова. Мы уже ее представили. Базалию смещен на позиции левой полусредней. Ласлова не удалось ей переиграть Джессику Рюде. Она в воротах шведской сборной. Робертс кому? На фланг? Да, сюда на фланг. Но обострять ситуацию на самом деле. Эллен Хансен было не с руки. Не было у него там свободного пространства. Оставляют шведки по местам. Итак, смотрим, что у них в задней линии Робертс, Линквист и Данно. Это задняя линия. Линблом в позиции линейной. Ее адресуется передача. И седьмой номер сборной Швеции. Сравнивает счет. Аплодирует Томас Акснер. Это атаки своей команды. Быстрый центр разыгран румынками. И вновь промахивается Ласло. Повторная атака. Ну, а здесь Линквист на плечах соперницы прибежала. И... Нет, это дам. Не надо, но... Линквист как раз вот непростую передачу поймала в центре площадки. И тут же адресовала мяч на Данно. 2-1. По краям у Румынии Лаура Муиса и Николета Гинке. Лаура Муиса с мячом. На позиции линейной. И по 21-м номерам Криня Пинтия. Капитан команды. Много опытная Криня Пинтия. Вот один в один. Она здесь очень легко переигрывает. Соперницу. Да, вот так оставляет Криня Пинтия. Да, но здесь с опекой не справилась. Ну, мяч не будет засчитан. Но 7-метровый пробьет Кристина Ласло. Ну, в третьей попытке вот Ласло забило. Правда, не с игры, а с пенальцией. 2-2. Активные скамеечки запасных. И в той и другой команде. Те, кто не принимает участие в игре, пока поддерживают те, кто на площадке. Линквист. Робертс. Пока незаметно Хагбан. Вот она сместилась со своего правого фланга. Но за ее перемещение давно не наблюдала. Решила сама пробить. Ну, а здесь очень безалаберно играет Николета Динке. Все это оборачивается контратакой. Хагбан не жадничает. Передача на Линквиста из выгодной позиции не переиграла. Не сумела Юлия Думанску. Линквист, кстати, мяч перехватила. И потом уже мы видим ее ворот. Сборная Румынии. Ну, бросает прямо в раскрытие голкиперу. И, в общем, ничего такого экстраординарного на самом деле Думанска не делает. Ну, успешно раскрылся и сумел отразить этот бросок. Ну, опять мы увидим, что напряжение у шведских ворот создается вот благодаря тому, что скидка на пинчу. И если ее опеки, конечно, она габаритная, линейная. Тут и Анна Лагерквист на помощь пришла. Дану пытаются они вдвоем сдержать. Андрей Васильев так присел на корточку, смотрит развитие событий. И опять Кеннадий. Ну, да. Ни Блом, ни Линквист, ни Лагерквист. Здесь ничего с мощной пинти поделать не будут. Еще предупреждение Линблон получила. Ну, видимо, четко просматривается. Тренерский замысел Адриан Васильев. Чаще играет на линейного, на пинти. Ну, а вот Ласло со второй попытки. Первый бросок пришелся прямо в Рюде. А вот второй. Здесь уже голки перезаборной Швеции оказалось бессильным. Робертс. Бросок, ну, что-то чистит. Не надо, но с бросками. Все это пока не во вред команде идет. Ну, а здесь блестящая игра Рюде. Вы знаете, вот на самом деле, Томас Акснер, он такой, что называется, интуитивный наставник. И зачастую отряжает ворот именно тех, кто на данный момент, по его мнению, по его интуиции, может сыграть хорошо. Ну, вот в данном случае, джетика Рюде. Дважды подряд справелся со сложными бросками соперниц. Ну, вот то же самое я говорил, что Эвелина Эриксон заняла место в воротах. Причем только-только присоединилась к Канаде. И в матче против Норвегии, вот как раз Томас Акснер именно ее поставил. Доверил играть в воротах. А в том матче и он завершился в ничью. Так же, как и поединок сборной Швеции против команды Нидерландов. Тоже была ничья. Ну, давайте еще раз посмотрим за этими моментами. Да, возможно, кто-то скажет, что сплоховали бьющие. Но, тем не менее, нельзя не отметить, конечно, 16-го номера сборной Швеции в этих двух эпизодах. Еще. Ну, вот, на самом деле, вот, наконец, рефери. Кстати, матч обслуживает бригады из Черногории. Новец Эмитрович и Мильян Весович усмотрели нарушение правил со стороны Пентекринни. Эллен Хансен с фланга после передачи Инины Робертс. Выводит Трекрунер вперед. Повтор еще этого эпизода. На 4-3. Восьмая минута первого тайма идет. Ласло по центру смещается со своего фланга Муиса. И еще один пенальти. Но на сей раз не Криньеву заработала, а Лаура Муиса. Вот она крупноплановна на ваших экранах. Не знаю, возвращается либо на скамеечку, либо просто уже занимает место в обороне. 4-4. Нет, остается Муиса. Она отправила на площадке. Реализуется первая попытка Кристина Ласло. На 7-метровой. 6-0. Румынка защищается. Достаточно близко к своим воротам. Правда, вот стараются выходить на игрока, который владеет мячом. Шведская сборная. Линквист Роберт Линквист. Кому еще? Дано. По пять бросает. Дано на сей раз попадает. Любопытно посмотреть ее статистику. Она активна, безусловно. Постоянно в хорошем движении. Постоянно с угрозой в воротам Думанска. Потеря. Рюде спешит. Кому в центр? Сюда на Линквист. Дальше куда? Продолжение направо. По центру. И, наверное, все-таки можно было сыграть налево на Робертс. Но, тем не менее, уже, видимо, другой план в голове Роберт Линквиста. Именно найти передачи Линблом. Но ее прикрыли. И скидка на линейную не прошла. По-прежнему незаметно Хагман. Наталья Хагман. 57 заброшенных мячей. Вот как раз напомнила она о себе после отскока. Но с выгодной позиции попала в штангу. Четвертый номер сборной швейцы. Ну, это все относительно лучшие бомбардиры. Не будем забывать, что по 16 мячей сборная Казахстана и, по-моему, Пуэрто-Рико отгрузила Хагман. Так что команда явно ниже класса, нежели сборная Швеции. Поэтому ничего удивительного нет, что именно Хагман сейчас на верхней строчке списка бомбардиров нынешнего чемпионата мира. Базалиев. Рюдо неплохо. Неплохо Рюдо играет в воротах шведской сборной. Правда, не назову сейчас сложным для нее бросок Базалию. Ух ты, а сейчас 2 минуты будет Илья за то, что она во время прыжка уже толкнула Хансен. Это не укрылось от внимания рефери. И вот характерный жест. 2 минуты получает Илья вот за это нарушение правил. Ну, а это предыдущая атака румынской сборной. Базалию перевирать Террида не сумела. 6-4. Два мяча преимущества сборной Швеции. И еще и в меньшинстве сборной Румынии. Правда, естественно, атакует в шестерон при пустых воротах румынки. Ласло. Под 29-м номером румынок навышла Дана Андреа Ротару. Ну, не хотелось посмотреть на площадку. Ну, что на скамейке запасных сборной на Румынии творится. На площадке Ротару забивает, спешит на замену. Нет, оставляет ее Василию на площадке. Сложный мяч. Сложный мяч в исполнении 29-го номера на сборной Румынии. Ну, Глинбом прошла скидка. Ну, опять же, не будем забывать, что в равных составах за ней внимательно присматривали. А здесь уже, естественно, бреши в обороне у румынок будут, так как они играют в меньшинстве. Глинбом 7-5. Меняются местами румынки, пытаясь запутать шведскую оборону. Ну, ну, перемещение легко читаемое. Ласло. Ротару. Ласло. Хорошая, как Ласло сыграла. Здорово, а? Сымитировала опорный бросок. Потом убрала руку вправо. Так и шикарную передачу на Пинти сделала. Да, Пинти по-прежнему неудержима. Хотя на данный, вот на мой взгляд, она опять нарушала правила. Отталкивая Блом рукой в момент приема мяча. Это пенальти. Так, подзывает к себе Стромберг. Вышла Стромберг. Харин Стромберг на площадку. Благодарит. Как раз Стромберг за эту передачу не на доно. И Хагман на 7-метровой отметке. Остается на линии. Думанская. 8-6. Хагман открывает счет своим заброшенным мячам. В полном составе, да, сборной Румынии. Чуть раньше это произошло. На Ротару. На Ласло. Вновь Ротару. Да, очень тяжело, конечно. Очень тяжело сдержать Пинти. Не знаю, как перестроиться в Вороня, Томас Акснер. Но что-то ему делать нужно. Да, раз за разом. Либо 7-метровый Пинти зарабатывает, либо забивает, как в предыдущем случае. Ну, сейчас Хансен с фланга не сумела переиграть Юлию Думанску. Ну, и угол был достаточно острый. 8-7. Замена на позиции левой полусредней у Румынок, похоже, произошла. Ну, опять вот. Фол мелькнула на экранах Николета Гинко, но не ей. Не ей был выписан фол в атаке. А, по-моему, все-таки Крина Пинти нарушала правила опять. Не понравился рефери, как она ставила заслон. Стромберг. Роберт Стромберг. Ну, то, что я уже говорил, что Томас Акснер такой тренер с хорошей интуицией на игроков. И еще одна характерная его особенность – тераптация состава у шведок идет постоянно. Постоянно. Ну, вполне вероятно, это отголоски еще Олимпийских игр. В Токио мы помним, как шведки прекрасно начинали турнир на предварительном этапе. А потом все постепенно, постепенно, что называется, бензин у них иссяк. И, в общем-то, после отлично проведенного предварительного этапа шведки, что называется, сдулись. Ух, как тут мощно. Кто там был? Бьянка, по-моему, Харабаджи. Ну, не менее, с голевым ответом шведки. 10-8. Ямина Робертс, автор заброшенного мяча. А, не успели занять свои места в обороне. Румынки. На этом обстоятельстве шведки их поймали. Муиса. Ушла с площадки Пинтия. Ну, опять же, понятно, что от звонка она отыграть не сможет. Нужна тоже румынкам ротация в составе. Да, вот, Бьянка Харабаджи поменяла она на позиции лево-полусреднего. Бьянка Базалию на фланг. Мяч в воротах. Леворукая Лаура Муиса. Отличилась. Занимает свое место на обороне. Проходит скидка на Блом. 11-9. Три мяча в активе Лин Блом. При трех попытках, при трех бросках. Понятно, нам показывают реакцию тренера на тот или иной эпизод. Зачастую по мимике наставника можно понять, хорошо или плохо сыграла его команда. Ласлон. Ротаро. А шведки чуть изменили игру в защите. Ну, нет, на площадке Пинти. Несколько по-другому заиграла шведская оборона. С далеким выходом вперед. Поплотнее Хагман играет с Харабаджу. Стромберг. Отбились шведки. Стромберг сюда. И мяч в воротах. Оливия Мелегорд. Чей бросок принес как раз шведкам ничью. В матче с норвежскими. Буквально с финальной сиреной. Ну, а здесь мы видим, что Лин Блон чисто смахнула мяч. Перехватила передачу. И после этого организовала шведский контракт. Так, а тайм-аут берез Адриан Василий. 38-летний специалист, который возглавляет не только сборную Румынии с начала нынешнего года, но и клуб «Бухарест». Да, непривычно видеть, конечно, сборную Румынии без Кристины Нягу, которая взяла паузу в выступлении за национальную команду. Но помимо Нягу нет еще и Бучески, нет Дэду, нет Тирки. То есть, на мой взгляд, прилично изменился состав сборной Румынии. А вот шведки тоже, в общем-то, можно сказать, что долгое время, игравшие вместе с Азабель Гульден, ныне многолетнего лидера сборной Швеции уже нет в составе. Ну, кстати, Румыния и Швеция порой становились как раз вот заложниками того обстоятельства, что не шла игра у лидеров. Гульден чаще, нежели у Нягу, на мой взгляд. И вот из-за этого команда страдала. Страдали командные действия. Как в данном случае, Ласло, не глядя вроде бы делал передачу на Рабаджу, а в той зоне не оказалось. 12-9. Перестроились в защите и румынки. Оборонялись 6-0, теперь 5-1. С выходом, я так понимаю, на Дину. И подальше, посмотрите, насколько дальше от своих ворот. Гонбалистки в красной форме располагаются. Стромберг по центру. Нет, чуть раньше раздается свисток. Стромберг с мячом. Линквист заняла позицию на месте правого полусреднего. Дану ушла на скамеечку запасных. Расчетливая передача. Их Рабаджу эффектно завершает эту контратаку румынской сборной. Ну, пожалуйста, быстрый центр, разыгран. Пока там румынки праздновали заброшенный мяч, Хагман уже оказался в выгоднейшей позиции. Ах, Рабаджу второй раз продавливает шведскую оборону. Вот так два мяча подряд в быстрых отрывах. Шведки пропускают, ничего не забив в ответ. Хотя какой прекрасный момент был у Натали Хагмана. Прямо по центру. Но, тем не менее, прииграть Юлю Думанскую. Она не сумела. Робертс на Стромберг. Вновь Робертс. Идет в прорезку. И не забивает Линквист. Но, тем не менее, правила на ней нарушены. Защита в шестиметровой зоне. И шведки пробьют пенальти. Время матча остановлено, попросил обидор. В чем-то согласен своим помощником. Адриан Василий. Хагман на 7-метровой отметке. Бросок в верхний угол. А, кстати, в воротах сборной Румынии была 21-летняя Диана Кристина Циуцу. Может быть, в воротах она и будет дальше играть. Румынский сборный. Шведки своего вратаря не меняют. Джессика Рюде по-прежнему на посту обороны номер один. Вновь на площадке Крина Пинтя. Ждет она передачу. Там и Линквист, и Лагерквист вдвоем стараются прикрыть Пинтио. И его хорошо играет Рюде в этом эпизоде. И ближний закрыла, и дальний так прикрывала корпусом. Стромберг на фланг. Вновь Стромберг. Мяч выпадает у нее из руки. Ну, вот, нужно успокоиться с шведком, что они делают. Расставляются по местам. А пока нам показывали Адриану Василия, там проходит атака с фланга. Передача Хагман. Хоп. Вот так, не глядя, хотя все прекрасно видела. Блом. Четвертый бросок, четвертый заброшенный мяч. У линейной сборной Швеции. Пинтио. 14.11. 21 минута. Кстати, очень хороший темп. Ну, и Гангул, согласитесь, наверное, с одной, друзья. Неплохого качества мы с вами наблюдаем. И с той и с другой стороны. Чуть получше смотрятся шведки. Но, тем не менее, и Руминки неплохо играют, как в данном эпизоде. Не вели накал. А это была Александра Бадя. Она поменяла на фланге Лауру Муису. Роберт, Стромберг. Решили поменяться местами. Линквист. Подключена. Оливия Мелегорд. Подключена была Кроза. Грушу и ей следует передача. А Ели. Очень такой резкий пас получился. Не ловит его ни Стромберг. Ну, нам, не знаю, показывают Мелегорд. Как бы акцентирование внимания, что именно она допустила ошибку. Ну, а... Это пенальти, да. Показывает арбитр. Была защита. И тут разбирательство идет между Харабаджо и Пинтия. Ну, я думаю, что Пинтия говорит, что после этого я же возвращалась, забросила и возвращалась. Займи мое место. Возможно, Харабаджо и ответил. Это я заняла, но тем не менее. Остановить Оливия Мелегорд сумела только ценой пенальти, который реализует Хагман. Ну, в бросках семиметровой отметки Хагман точна. А вот дважды бросала с игры, если не ошибаюсь. И ни разу не забила из выгодных для себя позиций. Да. Недовольны этим свистком Крина Пинтия. Ну, кому это адресовано замечание арбитрам, чтобы они посматривали за локтем линейной сборной Румынии. Либо к своим подопечным, чтобы они старались как-то по-другому сдерживать Пинтию. Ротару. Бросок без шансов для Рюды в данном случае. В данном случае, мне показалось, Рюды чуть-чуть присела еще до начала фазы удара. Ну, опять здесь Пинтия на правах капитана и на правах более опытный высказывает там претензии. Мяч, кстати, после того, как его парировало, Думанско отскочил прямо к ней. Хорошо, там из шведов никого не оказалось. Ну, облом вот с четвертой попытки с выгодного положения мажет. А вот так в прорезку идет. Индивидуально обыгрывает зону, в которой заболнялся Мелегорд. Нет застук там был у... По-моему, на позиции линейного Харабаджо оказалось. Вновь усадил на скамеечку запасных Василия Крину Пинтьеву. Наверное, не понравилось ему, что она вот так возмущалась действиями командными. Лучше бы помогала, наверное, другим игрокам румынской сборной, нежели высказывала им претензии. Ну, это лишь предположение вашего комментатора, возможно, главного хранера. На сборной Румынии на своего капитана были иные планы. Решил ее поберечь на концовку первого тайма. Пока же два мяча преимущества шведок. Румынки в атаке. Ротару. Ласло Ротару. Ротару сюда на фланг. Ну, кто будет бросать? Бросает Ротару. Мяч летит прямо в руки Крюде, но при этом Мелигорд залезает в зону защиты. Вот хорошо это видно. И оказывается, четвертый номер сборной в Швеции. И Румынки пробьют пенальти. Ласло не появляется в воротах трек-рунер Йоханна Бутсен. Нет. Любопытный замах такой у Кристины Ласло. Не часто такое увидишь. Ну что ж, второй пенальти Ласло не забивает. Но если в первом случае на добивание она была точна, то сейчас мяч, ударившись у Перекладина, оказался за пределами площадки. Сейчас звучит сирена, возвестившая о том, что тайм-аут запросил Томас Акснер. Да, вот видите, вот такой замах. Ну, Бутсен-Далкипер высокая, перебросить ее тяжеловат на самом деле. На жадной неделюшке сборная Швеции пробивает водичку. Да, многих, кстати, кредитовали Василию, что он себе в помощники взял норвежского специалиста, вот это Галя, который сейчас давал указание английским языкам, румынским гомболисткам. Но, тем не менее, Василий был непреклонен. Я выбираю свою команду, и поэтому я выбираю себе помощников. Я набираю команду, выбираю себе помощников. Итак. Там возобновилась игра после тайм-аута. Четыре с половиной минуты остается до окончания первого тайма. По центру. Тяжеловато там проскочить. По центру защиты сейчас обороняется у... Ох, нет. Стромберг явно поторопел с этим броском. Рота... Нет, не Рутаро, там была Урена Остаси. По центру. Была в защите бомынок. Бросок мимо. Судьи показывают, что нарушений правил не было. И Рутаро, как и Стромберг, по своей инициативе промазала. Да, и Даль там дал указание, что нужно поплотнее сыграть в данном случае Стробертс. Ну, она заняла позицию по центру задней линии. А Стромберг номинально разыгрывающая. Вот в данном эпизоде как раз атаковала с позиции левой полусредней. И здесь не лучшим образом, конечно, сыграли. Румынки в обороне. Как-то коридорчик такой приоткрыли для Стромберг, чем она и воспользовалась. Рота Рум. Ну, я думаю, вы согласитесь со мной, когда на площадке Пинтия, и когда ее нет, игра румынской сборной разнится. Нет, там прихватывала Линквист соперницу за руку. Ну, мы могли построже оценить этот эпизод рефери, а именно двухминутным удалением. Но решили просто так, 9-метровый свободный бросок, блок и Хагман. Хагман раз коснулся с мяча, два коснулся с мяча. Оказывает, что, ну, в общем-то, негодующиеся светят трибуны, которые переживают, видимо, за румынскую сборную. Рефери показал, что он все видел, никакого там нарушения правил со стороны Хагман не было. Причем возмущалась скамейка запасных, именно игроки румынской сборной, а вообще не возмущался Адриан Василь, наставник команды. Вот он активно помогает своей обороне. Со скамейкой запасных Стромберг Робертс. Фланг свободен. Стромберг Робертс в игрока. Идет, показывает рефери, что было. С ее стороны нарушение правил. 17-14. Раз, два, три. Ну, да, тут и Василий был возмущен. На самом деле, можно согласиться, наверное, с румынской стороной в данном эпизоде. Нарушение правил со стороны Хагман присутствовало, нежели его не было. Стромберг Робертс, контратака шведской сборной. Линквист, Хагман и пойдет на обострение. Нет, передача в заднюю линию. Стромберг по центру. Две минуты. Только две. У Стаси две минуты. Она с этим и не спорит. На противоходе Стромберг ее проскакивает. Ну, вот. Ну, хорошо, что две минуты. Так арбитры побежали друг к другу, посовещавшись. Но, видимо, сошлись тут же во мнении, что красную карточку в этом эпизоде показывать Лорене Астасе не нужно. 18-14. Посматривает наверх, там, где расположено табло. Томас Акснер немного осталось играть. Хагман с 7-метровой отметки не промахивается. Румынки в меньшинстве. Закончат первый тайм и начнут второй. Но при этом атакует. Опять мы видим Пинтию на площадке. Она ищет там, где послабее выглядит. И в физическом плане оборона соперниц. Ну, Блом тяжеловат. Правда, и Лагерки здесь поблизости помогает ей. Отскок за румынками. Отмечаем, на самом деле, хорошую очередной раз игру Джессико Рюде. Ну, повезло сейчас. Повезло в этой атаке румынкам. Что отскок достался после этого броска Харабаджу. Не Лингвист, а румынки. И вот. Но Пинтия не забивает пенальти. Несчастно, на самом деле. Вновь ворота сборной Швеции место заняла Йоханна Бутсен. Несчастно увидишь, что линейный бросает 7-метровый. А и прекрасный бросок в исполнении Лингвист. 19-14. Пять ничей преимущества сборной Швеции к окончанию первого тайма. Ну, наверное, за счет более целостного, что ли, состава. А, в общем-то, мы видели, что неоднозначные замены румынской сборной. Кто-то выглядит посильнее, кто-то послабее. А вот ровный состав сборной Швеции за счет этого, наверное, и добилась этого преимущества команда Томаса Акснера. Ну что ж, у нас перерыв впереди. А потом вновь возвращаемся и наблюдаем за развитием событий во втором тайме матча Швеции-Румынии. В плей-офф она уже потеряла. При новой системе розыгрыша по две команды из своих групп, из своих шестерок выходят дальше в четвертьфинал. И, кстати, две пары уже определились. Датчанки сыграют с бразильянками. А Испания будет соперничать с Германией на четвертьфинальной стадии. У нас возобновился поединок. И возобновился он заброшенным мячом. Автором которого становится шестой номер сборной Швеции. Карин Стромберг увеличивает она преимущество своей команды до пяти мячей. Или уже до шести. Напоминаю, что в концовке первого тайма у румынок была удалена Лорена Остасе. И вот доигрывает пока в меньшинстве румынки. И сейчас они уже будут в полном составе Ротару по центру пробовать не получается. Лагер Квист очень цепко там играет по центру обороны. Не пуская Ротару на выгодную позицию для броска. Базилио Ротару бросок перекладен и везет. Повезет. Румынка мяч прямо в руки Кристины Пинки. Отретает. С ее опекой шведки не справляются. Это прямо нужно заметить. Конечно, они вздыхают с облегчением, когда капитана сборной Румынии нет на площадке. Такое бывает. Тогда, конечно, скандинавкам намного легче обороняться. Ну и, в свою очередь, начиная по схеме 6-0 у своих ворот, румынская сборная видоизменила схему игры в защите. Мы видим, что 20 антополокушев внимательно присматривает за Робертс. Ну а скидки на плом, на линии свою линейную, у трек-оннер происходят постоянно. Замутали сейчас шведки обороны соперниц. 20-15. В хорошем темпе прошел первый тайм. И я думаю, что силы у гонболистов двух сборных остались и на второй. Ну, мощный бросок, мяч в притирку со штангой. Команды своей, команде назад-назад успевают. Нет, не успели занять свои места в обороне румынки. Так, посматривают друг на друга, что там произошло. Ну, а пропустив, шведки разыграли быстрый центр. И вот у Робертс было массово... У Стромберг было массово вариантов, что сделать. Ну, лучшего, чем завершить самой, наверное, не было. Ласло. Она по-прежнему по центру. Нет, там лагер-хвист просто так не проскучишь. Показывает лагер-хвист, что, в общем-то, а ее за руку прихватывает соперница. Не она фалила на ней. Да, один бросок. Нет, вот сейчас, наверное, не лучшим образом сюда Кристина Ласло напрашивалась, на самом деле, скидка. Вот, сыграет и не лучшим образом. Тут же скандинавки бегут в быстрый отрыв и в контратаке. По-моему, там отличился седьмой номер у сборной Швеции. Да, Линблом оказался на острие контратаки. 22-16. Базилио. Ласло. И Ротару. Показал сочетание к задней линии. Мойса. Сместилась фланга. Вторым столбом. Второй линейный. Ротару. Бросок. Мяч летит прямо в рюде. Ну, видимо, приспособились все-таки, на мой взгляд, шведки к действиям именно против Крины Пинтия. С другой стороны, Румынки-то играет не лучшим образом. Вот, если шведская оборона не справляется с Апвекой Пинтия, то, естественно, опрашивается вариант сыграть на нее. И, тем не менее, зачастую, вот, ну, здесь, да, здесь понятно, что коридор свободен и хорошо еще Ласло разбежалось. Опять же, коридор-то освободился за счет того, что шведки акцентировали внимание на Пинтию. 5-1. Ну, или можно так констатировать 4-2. Ну, все-таки, наверное, 5-1. А прежнему за Роберсом внимательно, очень внимательно. Кулак Кушер приглядывает. Ну, а Думанско в данном эпизоде вручает свою команду. Там норвежский специалист, по-другому я уже говорил, отвечает в сборной Румынии за оборону. Бендаль. Что-то там подсказывает. Главный у тренера в сборной Румынии. Ну, да, не лучшим образом в обороне играет Румыния. Скиган-болистки. Наверное, в данном случае Наталья Хагман спрашивает, а почему раздался исток, и мяч был отдан Румынка. Многим-то там с обоюдной выгодой боролись за этот мяч Хагман и Миколета Динка там там была. Позали он. Она, кстати, вот открыла счет в этом матче, а потом как-то ушла в кинь. Грубо, очень грубо. И просит играть менее агрессивно против Стромберг. Предупреждение такое устное было вынесено Анке Полукушер. Персонально присматривает за Робертс. Робертс убегает. Робертсу не так, конечно, заметно, как в матче против норвежек. Так, один заброшенный мяч, Стромберг. Нет, тут уже явно ускорилось на перехват. Это было видно. Ну, нам с вами, да. Но, возможно, не было видно. Для андалейской сборной Швеции, которая делала вот эту рискованную передачу поперек. Кто там играл? Там Нолинкрист. Вот как раз уже побежал. Видите, вот побежала здесь Динка. Переплатила мяч, потом адресовала ее Моисе. Да, в этот контратак и забил. О, как радость-то обуяла Адриана Василия. 22.19. Стромберг. Агман. По центру, по центру тяжеловато там пробиться. Хотя и передачу-то сделать можно было. Если бы рука была вверху, а не внизу. Мы заблокировали букеты передачи. Румынкер. Блум тянет руку вверх, но Нолинкрист решает сама бросить. Спасибо. Если бы ты вышел ворот. Нолинкрист. 23-го номера сборной Швеции. Румынки в атаке. Кристина Ласлоу. Базалию. Вновь Ласлоу. Пробуется, а не получается. Бросок. Но опять же, вот... Можно по лицу, да? Василий понять, что не этого хода нуждало Базалию. Ну, конечно, опять же, нам показывают повтор. Причем чуть-чуть тормозни. И мне кажется, освободилось, что Пинтер по передачу. И можно ей было адресовать мяч. Но Базали решила бросить. Стромберг. Пробует сама. Многовато индивидуально, мне кажется, появилось в игре сборной. Швеции. Прихватили Робертс. И по-другому как-то вот... Шведки не могут заиграть. А они и заиграли, на самом деле, по-другому. Всемиром против шестерых. Но опять же, посмотрите, какая скучность. В отдельном участке площадка. Ну, правда, все это заканчивается тем, что Пинтер... А, нет, не Пинтия, а Пала Кушер получает две минуты. Ну, за это нарушение правил навела она Хагман на Пинтию. В меньшинстве остаются Румынки. Это, конечно, безусловно, подспорье для шведок. Теперь уже с Робертс персонально не сыграешь. Через фланг, через Хагман. А Хагман сегодня много не забивает. На самом деле, пенальти она реализует без промаха. А вот с игры, по-моему, ни одного заброшенного мяча у Хагмана нет. Ну, здесь Думанска дважды подряд здорово сыграла. Сначала парировал бросок Хагман. Ну, а затем уже парировал и добивание Линблоу. Мунсен. Давай, чем-то посмотрим. Бросает Хагман. Кстати, Думанска добивание Блом. И тут же моментально бросается в нижний угол Думанска. И справляется с этим броском. Протару с мячом. Пинтиан. Баланеску. Базилию. Да, вот то, что требовало от своих подопечных наверняка Адрен Василию. Вот такие передачи на пинтик. Кстати, отметим, что для своих габаритов и на изборной Румыни очень хорошо двигается. И постоянно, в общем, без мяча. Он освобождается и ждет этих передач. Как вот сейчас. Давайте сейчас посмотрим. Этот эпизод убегает. Вот Лагерквист не помогает. Той Мелигорд. Ну, этот эпизод, когда Хагман бросает прямо в Думанску добивание. Ну, и здесь даже в ворота не попадает Блом. 22-20. На всякий случай-то шведки в большинстве. И вот только таким образом Линквист забивает. Опять же, за счет индивидуальных усилий. И остаюсь пока при своем мнении. Командная игра у шведок разлагалась. В полном составе румынская сборная. Мойса, Азилио. Просок без шансов для Рюда, которая понаделась на блок. Хагман. Ну, и вот не бегут так быстро-то вперед шведки. Стромберг-Робертс опять под присмотром полу-кушер. Стромберг. Линквист-Стромберг. Ну, тем флангом нужно играть. Линквист в прорезку забивает. Ну, румынки не торопились никуда начинать после пропущенного веща с центра площадки. И вот опять же, один в один. Вот сейчас... Да, вот за счет, посмотрите, за счет того, что Пинтера двух игроков сблокировал, Ласла осталась на выгоднейшей позиции для броска. Ну, посмотрите, вот Лагерквист там, ну, внимательно. И здесь еще и в Лагерквист упирается Линквист. 24-22. Два мяча преимущества. Отдельно взятый второй тайм. Пока складывается в пользу румынской сборной, которая активно действует в обороне. И вот этот ход, ну, опять же, посмотрите, убрал с площадки Томас Акснер Ямину Робертс. И вот он показывает, да, вы это прекрасно видели, Мендаль, как нужно играть в защите, что нужно в данном случае. Ну, тайм-аут берется Томас Акснер. Видишь, что мало что получается. Впереди у его команды. Ну, какой-то, я думаю, тактический ход он придумывает. Сейчас, в общем, может выпустить леворокову Нину Доно. Так, немного плотно, вот эти вот. Анна лежит и нажимает в этот. Он, да. Мы здесь, без того, чтобы идти. Семь-мот-шех. Я не буду говорить, что он может быть в порядке сейчас. Он может быть в порядке сейчас. Да, мы можем играть. В последнее время, что это экстрема. Окей, Петербург! Повторяйте, будьте спокойны и делитесь! Я победу! Я победу! Я победу! Я победу! Вот так посмотришь тайм-аут и поймаешь себя с тебя на мысль. А кому больше-то нужна победа? На самом деле, скандинавкам-то она нужна больше, нежели румынкам. Но, тем не менее, бьются румынки. Василий еще получил здесь желтую карточку за излишние эмоции на скамеечке запасных. Этот момент нам показали только что. Вновь на площадке Робертс. Вновь перестраивается в обороне румынская сборная. Робертс, посмотрите, куда ушла на фланг. Вот такой ход тактический придумал Акснер. Любопытное сочетание в задней линии. Мелый Горд ушла на позицию лево-полусреднего. Не видно на площадке Плома. Вместо нее Лагерквист на позиции Линейни. Ух, как тут... Ой-ой-ой-ой-ой, неужели забьют? Забили шведки. Ну, комбинация... Я думаю, что это все получилось спонтанно. То есть, некий экспромт присутствовал. Лагерквист передача на Робертс. Там мяч левой рукой выхватывает, перекладывает в правую. Тут же перепас Ланга на фланг, откуда вылетает Хагман и забивает. 25-22. И опять мы видим. Лагерквист выдвигается моментально вперед, убегает и оставляет на самом деле один в один. Две минуты к кому? Дано. Не надоно. Справляется отдыхать на две минуты. Шведки в меньшинстве. 15-я минута. Через фланг. Ну, уж очень мудрено, мудрено так решили сыграть в атаке румынки. Через фланг. Да, в большинстве. Но, тем не менее, у нее в составе Пинтью. Мы видели прекрасно, как она разбирается не только один в один, но и с двумя соперницами. Дано еще минуты и 25 секунд отдыхать на скамеечке запасных. Энни Карлсон вышла под 42 номером у шведок в розыгрыш. По-прежнему Робертс там на фланге. Одна одинешенька. Ну, а Линквист тащит. Тащит скандинавок вперед. Сдержать ее, в общем-то, сложновато сейчас. Она поймала кураж. Она попадает здорово через фланг опять. На сей раз, на сей раз отбивает Александра Бенделеган. Играла, наверное, на этой фланге, напоминаю, Николета Динке. Но сейчас Александра Бенделеган. 26-23. Атака шведок при пустых воротах в момент удаления. Мелгорд. Мелгорд. Карлсон. Карлсон. Так тоже, на самом деле, на грани фола со стороны. Двухминутного удаления со стороны Полукушев. Мелгорд. Линквист. Роберт спросит мяча, но пока его не получает Карлсон. Линквист. Опять она. Нет. Хагман. Цепка обороняется Румынки. Хагман. Бросок. Х-Х-Х-Х-Х. Красавчик забивает, причем, очень тяжелый мяч. Как она там убудрилась найти эту траекторию между игроками. Он чуть-чуть вот нято работали Румынки в обороне. Так, досадует, конечно, Думанская на то, что пропустила. 27-23 Мойса отдала, подержала вторым столбом. Ждет передачу, могли отдать, но рискованно это было. Смотрите, Пинти в окружении четырех гонболистов сборной Швеции. Вопытный момент. Ну, а куда деваться? Сделал. Ну, а пока мы вам показывали один повтор, видимо, в Ласло, видно, не попало. Вопытно, с какой позицией. Может быть, увидим чуть попозже. Ага. Ну, опять же, все убежали из центра обороны за Пинтией. Тем самым оказался хороший коридор для атаки у Ласло. Но нельзя сказать, что у него сегодня идет бросок. Ух, какая рискотуха-то со стороны Карлсона. Вот оно, тайное оружие Томаса Акснера. Ну, у него ровненько немедленно с голововым ответом. Отличилась Ротару, спешит она назад, а там уже и спешить-то некуда. Разыгрывается быстрый центр, шведка Миния, Роберц Молнов, увеличивает преимущество выборной Швеции до четырех мячей. Ну, как раз вот заброшенный мяч был из той зоны, куда и торопился. Дана Андрея Ротару. Время, тайм-out. Адриан Василий. Субтитрым. Ну что ж, наверное, Андреан Василий, первую очередь, обратил внимание вот как раз на те моменты в обороне, что нужно не праздновать заброшенный мяч, а торопиться назад, занимать свои места. Да, но Тони Карлсон удачно вошла в игру, помогла, безусловно, помогла шведкам, и мы увидим, что статус-кво восстановлен. То есть мы в активе 5 мячей до перерыва, скандинавки, вроде бы, позволив сопернику совратить отставание до двух голов, вновь повели 4, 5 вернее, а сейчас уже вновь 4. На экранах, если вы заметили, послужной список индивидуальный Ласло, там 6 заброшенных мячей, если не ошибаюсь, 3 из пенальти, учитывая одно добивание, и вот 3 сыгры при 11 бросках. Но реализация, наверное, оставляется для желательного лучшего. Робертс с фланга пробует, и получается это у нее. Вот опять же, ну... Вот такой вариант, на самом деле, Томас Акснер предложил румынкам, видя, что плотно они стараются играть с Еминой Робертс, отрядил ее на фланг Мелгорд, наоборот, на позицию левого полусреднего. Внешне спокойно наставник шведской сборной, передача на пинте в окружении трех игроков на сей раз, тут и Блон, тут и Линквист, и Мелгорд. Мяч в воротах отличилась от Лорена Астаси. С двумя линейными играет Василий. Скользит там нога у Карлсон. И судя останавливает время матча. Ну да, они доработали чуть-чуть в обороне, по этой мимике помощники Акснера все ясно. Вот она. Энни Карлсон, автор двух заброшенных мячей. Пока, во всяком случае, с ее выходом несколько оживилась команда на игра у Дракрома. А у нас на позиции линейный Блон. Дали небольшую передышку. В паре атак принимал участие Лагерквист. Ну а Карлсон. Затрасывает свой третий мяч. Да, очень резкий бросок. Три из трех еще. Три броска, три точных попадания. Семером. Семером с двумя линейными. Может быть, это и лишний пас. Через фланги, а шведки-то хорошо двигаются. Неплохо. Неплохо. Махнула за интереску. Тук-тук она появилась на площадке. Причем появилась на позиции правой полусредней. Давайте еще раз посмотрим. Резкий бросок в ближний угол. Не успевает туда перенеститься Рюде. Такой сын. 4-2. С активной игрой против Карлсона и Стромберг. Хагман. Да, сильна была против Казахстана и Пуэрто-Рико. Но вот с более серьезными командами Натали как-то скромно сегодня выглядит. Вроде все для нее сделали. Подруги по команде. Но пробовала в дальний. Пробует сейчас в ближний. Но ничего не получается. По-прежнему всеми ром. А вот сейчас не получается. То, что получилось в предыдущем варианте у Замферески. На сей раз не получилось. Мяч попадает в блок. Тем не менее Натали не бросая по пустым воротам. Не видел кто из них. Не попали. Ну понятно идет отряд насилия. Нариско оставляя ворота пустыми. В надежде что Да, либо Астасия, либо Пинтия Как в данном случае Астасия Смогут забросить. Ну, Рюдо хорошо сыграло. 31-27 Робертс Вновь в задней линии Мы видим Но опять же Ушла на фланг Карлсон Да 4 из 4 Прям на загляденье Броски 42-го номера Сборной Швеции Резкие Точные Причем С разнообразными попаданиями Посмотрите С каким переводом Бросила Причем это впадение Хорошая техническая Оснащенность у девушки Ничего не скажешь Сэмфереску А вот Клей не хватило Каких-то сантиметров Для того, чтобы мяч Оказался в воротах Бросок-то был неплохой Рюдо до мяча Не дотягивалось Все рассмотрим Штанга И мяч летит В вау Лагер Куист идет С некоторым опозданием Крупным планом У Стаси Показали Да нет Не она бросала Карлсон С мячом Ух Она еще И передача шикарная Раздает Любопытный пизод Так мяч катился К Хагман Подбежала Пинти Так корпусом Ее подвинуло Все-таки не ожидали Такого хода От Ласлова Прямо скажем Хотя нет Пошла на нее Пошла Недоволен Конечно действием В обороне В данном эпизоде Акснер С опозданием Но тем не менее Пыталась подвешать Ласлова Лан Линквист 32.28 По-прежнему Темп не падает Стромберг Ловит ее И получает Две минуты Замфереску Ну здесь тоже Отпусти уже Подними руки Попалась на противоходе Что фолит Тем более Тебя там страхуют Робертса Ну вот Рубинки в меньшинстве И теперь Робертса Может в заднюю линию Выйти Фолл в атаке Конечно фолл в атаке Олимпист Не лучшим образом Играет Врезает Сразу в двух Игроков И это при том Что в большинстве Скоттгеновки 32.28 Меньше Пяти минут Ротару Базалио Ротару Пинтия Встает Под базалью Нет Опять смещается По центру Нет Чуть раньше Свисток Гол не засчитан Базалио Ласло Ротар Ласло На фланг И здесь Свисток Не видно Арбитров Подняли они Вверх руки Похоже Что нет Пока еще Лида Ласло Передача Пинтия Бросок Мяч в воротах Казал Что совсем Забыли Про свою Мощную Линейную На румынке Ну вот Наконец Сделала Передачу Ласло Скидку На Пинтию Та забила 32.29 Ну Время-то Еще игроки Есть А здесь Блом Не промахивается После шикарной Передачи Робертс Тайм-аут Надо полагать Оставался В запасе У Адриана Василия Нен Использует Свою последнюю Минутную Паузу Андрея Ист hier Пианка Ист hier Жукам 7 к 6 Это Крин Это Лорена Крис В первую очередь Смеши Пона Ищите Как реакционируют Смеши Виа Туда Ист Смеши Ист Андрея Ист Крис Добавляй Минжа Крис Ду-ти Таре И ты уверен, что ты идешь в этот спасти. Глорей, ты хочешь стоять здесь? Тай, трюк, птица. Слеп, да, укреп. Я думал, что ты спел пасы тебе. Блин, что ты делал. Мы играем в Богдан. Фейфер, пасклип. И в целом. Мы можем сделать это. Это очень хорошо. Глорей! 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 Итак, указания даны. Так, Хагман сегодня не в ударе. Откуда не в ударе. Много не забивает из-за выгодных позиций. Ну, Кристина Ласло тоже с переменным успехом все идет. То точный бросок, то не точный. По-прежнему меньше трех минут играть до окончания этого поединка. 33-29 в семером при пустых воротах. Румынки в атаке. Базалио. Ну и все. Хагман перехватывает эту передачу. Ну, видимо, румынки сыграли так, как рисовал на планшете Адриан Василий. Экспромтом здесь не пахло. Передача на закрытого, абсолютно закрытого игрока. Мяч перехвачен. И не спеша свою атаку проводят шведки. Обозначая активность. Робертс на линквист. Обратная передача. Ну, тут спешить уже никто не будет. Да нет, вот так в прыжке с отклонением корпуса Робертс забивает. 34-29. Ну, здесь, наверное, уже все. Можно поздравлять. Сборная Швеции с успехом. Да, неудобная передача. Приземляется уже чуть повыше. Все бы было замечательно. Прошла бы эта комбинация Паражут. Другой вопрос. Гинделеган забила или нет. А так... Да, очень недоволен Василий. Явно не то. Он требовал своих подопечных во время таймаунта. Судя по его реакции. Ну, во-первых, передачи Кристина Ласла ошиблась. Во-вторых, сейчас вряд ли нужно было делать эту комбинацию Паражут. Ну, что сделали, то сделали. Ну, возможно, негодовал по поводу плохого паса. Линквист. От скандинавки доигрывает мяч. Грамотно очень. Обозначая активность. Последняя минута. Робертс. Линквист. Бросок. У меня суетит выше ворот. Спешит за ним Думанско. Напоминаю, что из этой группы три команды претендуют на место в четвертьфинале. То, что требовалось от Шведака, не сделали. А именно одержали победу над командой Румынии. Ну, и теперь их дальнейшая судьба уже зависит от матча. От результата матча сборных Норвегии и Нидерландов. По-прежнему на эмоциях Кристина Пинтия. Она, кстати, один пенальти не забила сегодня. И вот теперь на 7-метровой отметке Ротару. Там Андрея Ротару. Вместо воротов у Швеции заняла Юхана Буцин. Итак, 34-30. С таким счетом сборная Швеции одерживает победу над Румынией. Ну, и как я уже только что сказал, ждет результата матча между командами Норвегии и Нидерландов. Ну, а для нас, друзья, сегодняшний вечер важен в том плане, что совсем скоро состоится победа.